Всем хай! С вами Юджин и мы продолжаем с вами играть в Япи Сайко. И на очереди у нас подводные пещеры, подводные офисы и куча всякой подводной мути. Попробовав заплыть в потайные места, которые мы не смогли заплыть в прошлый раз, думаю сейчас как раз таки получится найти какие-нибудь прикольные штуточки. Понялась! Вот как раз таки сейчас есть маза, всё как следует рассмотреть. Вот как здесь много потайных всяких ходов. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу я же это нашел правильно да я нашел круто будем иметь это ввиду от хорошая находка дальше у нас есть ниже нас просто ответвление чтобы мы могли дышаться на это для лохов потому что мы можем дышать под водой мы человек амфибия так давай можно не париться не провоцировать батончики просто вернул чемодан атак четенько вот она еще одна кассета мама и папа называется в обложке какой-то рыбы вот теперь и как следует все осмотрел да 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 хорошо что сдох вот вы надо жалути что я мол я по глупому мира а все это на судьбоносно понимаете судьбоносное это все нужно я чувствую судьбу и повинуюсь ей очень хорошо оттого я такой успешный человек даже поражение оборачиваются в мою пользу ланика кажется все сделали все осмотрели теперь давайте обманем вот этих вот штук как-то обманем их давайте раз-два-три все лузеры лузеры брайан ты просто гений коварный ладно здесь мы это все смотрели уже до дает май гад я плыву к тебе кейт или это уловка и кит на самом деле не ведьма и видимо просто выставляется так чтобы мог быть я убью чтобы наговнить мне в этом видимо может так взять ведь уж говнят всегда это фишка и подышать ах я хорошо мы тут и мы тут и мы тут а маке ни один из этих чертовых аппаратов не работает как полагается поэтому я в гробу их дал эти люди у них всех тоже получается контракт есть понимаете да раз они это а блин как же так больше такое раз они здесь работы значит у них всех контракт это штука как и работы в лучшего халявка меня прям затаривают не уж что ли это к главному боссу нас ведет что это бумага просто попадает в ваш кейс 4 кучу 2 батарейки нам нужно найти здесь бумаги пароль а это это вентиляция но я не могу открыть все голыми 100 че реально здесь очень маленькая дыра и я не вижу ничего интересного внутри однако зачем вы заставили мне открывать что стой халява о май гад нет ничего интересного я не верю блин так интригует что же произойдет есть еще один лист папа свинство где существо укусило тебя блин в смысле где мистер дьявол это причем мое лицо нос глаза руки рот уши у меня было перевязано но не глаза не руки уши ты больше не сможешь слышать а что это а как понять что это за чё чё реально все я проклят ребят мы чтобы всю игру играть в тишине не нужно использовать лист бумаги чтобы он заработал все чё за говно хорошо три звонка бумага просто попадает в ваш кейс а мы напечатали ну что ж давайте попробуем использовать страница пуста давайте теперь я буду озвучивать сам у нас мы сейчас должны пароль который мы опять же сможем набрать полин я хочу слышать волнотика сыра прекрасно карандаши ra Вот как мы облегчили себе задачу, взяв контракт. Даже не верится. Опа, аккуратней. Не, ну это вообще какое-то свинство, по-моему. Страница пустая. Мы сейчас соберем, да, в общем, пароль, который будет в лифте работать. Нет! Где это существо укусило тебя? Я не помню, о чем речь идет. Правда, не помню. Рот, руки, глаза. Да откуда я знаю, где она меня укусила? Я не помню. Какое существо это, змея? Если я скажу глаза, и это неправильно, то я перестану видеть, да? Если я скажу рот, то я стану немым. Если я скажу руки, то я не... Нос! Ты больше не сможешь надолго задерживать дыхание! Так и думал. Упси-дупси! Так... И как понять? Какая у меня шкала? Я специально не буду музыку ставить, ребят, в этом моменте, или что-то как-то подзвучивать, чтобы вы прям кайфанули. Прочувствовали эту игру сейчас и ее одиночество. Тишину. Зачем? Я сказал нос. Надо же было подумать, что будет что-нибудь в таком духе. Две батарейки. Давай, дыши. О, мой гад. Да, да, да. Дерьмо. Страница пуста. Есть вероятность... О, водичка наполнилась. Зашибись. Здесь нет ничего интересного. Есть вероятность, что... О! Нам придется все откручивать решеточки. А из куда же ты? Двойка! Отлично! Бумага попадает в ваш кей. Значит, два. Скорее, 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 скорее. Вы получили батарейку? Дышим. Ловим пузырьки. Своим ртом. А если бы мы сказали рот, он бы сказал, все, вы не можете ловить пузырьки своим ртом. Аппарат не работает так, как надо. Итак, два, четыре. Нам еще две цифры нужно найти. Нифига себе, как много. Ладненько, пробуем тють. Нет. Нихрена, да? Дышим. А, фак! Зомби. Блин, это так прикольно. Это необычно. Впервые меня обрубает слух. Маленькая дыра. А, ничего внутри не вижу. Ну-ка, еще одну маленькую дырочку давайте. Приоткроем. Ничего внутри нету. Дышать. Дышать, 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 дышать. Я, честно, вообще не понимаю, сколько у меня времени. Мы бы давайте подождем моменты, когда начнем коцаться. И тогда... И только тогда мы будем знать. Ну, что там у нас? Здесь очень маленькая дыра. Я не вижу ничего внутри. Нет. Пошло. Кыш. Еще. Еще одна. Валите от меня. Ну, что за нафиг, а? Она сейчас меня полностью высосет всю жизнь из меня. Дышим, дышим, дышим. Чертовы черви. Нет, 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 нет. Хоп. Открыли. А, ха, жди, жди. Восьмерка. Прекрасно. Еще одна цифра. Давай. Стоп. Хоп. Открыли. Не трогай меня. Маленькая дыра. У-ху-ху. Смог, 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 смог. Тупые черви. Тупые черви. Тупые черви. О, смотрите, что они делают. Они спариваются. Я не против. Я не против, чтобы они делали то, что они делали сейчас. Итого, сколько у меня? Восемь, четыре, два. Еще одна цифра нужна. Будьте проклято. Не могу найти эту цифру. Где-то здесь должна быть. Провод здесь заканчивается. О-о-о. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Все же, да. Использовать. Есть. А зачем я это сделал? Кто его знает? Кто его, блин, знает? Сан-а-а-бич. Все, подышали. Мы... А мы все эти использовали? О, нет! Змеи! А, нет! Поймал. Где это существует-то? Я не знаю. Рот. Ты больше не сможешь что-либо съесть. А выпить? Выпить считается? А, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Все. Кыш, 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 кыш. Кыш. Пошло отсюда. Сейчас, только давайте. На всякий случай. Хоп. Да я... Зачем я сюда заплыл? Что мне... Зачем мне это надо? Ну, отодвинул я, и что дальше? Уйди от меня, уйди от меня. Сейчас через задницу прям залезет. Блин, я не понимаю. Кнопка! Да! Скорее, скорее. Скоро это проклятие упадет. Уйдет. Я уверен, что уйдет. Есть шестерочка. Зашибись. Тихо! Чуть не напоролся. Пошло от меня. От... Как все было близко. Так еще, мистер Блевотнюшка. Давай, я готов. Я готов покинуть это место. Спасибо. Тварь! Верни все обратно! Это не путь наружу, Брайан. Она прямо за этой стеной. На твоем месте я бы вышел из лифта как можно быстрее. Хватит убегать. Разве ты не охотник? Иди туда и найди пять подобных неуловимых белых паразитов. Эти паразиты ответственны за заражение всей компании. Почему ты сюда возвращаешься? Ты почти у цели. Иди туда. Не будь трусом. Куда туда? Ха-ха-ха-ха. Стоп. Но я очень хочу попробовать вот это. Значит, два, четыре, шесть, восемь. Раз. Два. Три. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Восемь. О! О, нет! Вот она! Она и правда здесь! Я передумал! А могу, может, что-нибудь сожрать? Таблеточки съесть! Одно из этих существ укусило тебя в рот, Брайан. Ты больше не сможешь есть. В рот меня прямо укусило. Ну что? Ну что? Что ты? Что ты есть такое? Почему? Здрасте, миссис ведьма. Карандашом! Использовать. Нет? Отверткой? Ведьмина бумага? О, что? 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 Ведьмина бумага. Что-то делают? Не понимаю. Серге... Серге... Сергешки? Я сейчас задохнусь! О, блин! Я должен быстро решить, что делать с ней! Так, пробуем все, что это, использовать. Нет? Кнопку использовать? Нет? Нож! Есть! Давай, дохнет, дохнет, тварь! Кто я? Кейт и Ней? Кейт или Иней? Ладно, рискнем, скажем, что это Кейт. Брайан? Я ничего не слышу! Брайан! Есть звуки! Звуки! Блин, какой экстаз! Ты в порядке? Ты был близок к выходу. Сдулся? Нет, я не знаю. Я попал в ловушку. Сложно объяснить. Будто ты стал заложником в ночном кошмаре. Я думал, что... Что? Легко. Я понимаю тебя лучше, чем кто-либо, Брайан. Теперь ты свободен. Девушка? Что? Что? Что это значит? Это она. Что здесь делает мое тело? Это ты? Невозможно. Записи говорят, что я похоронена в мавзолее с моими родителями. Подожди. Это неправда. Что? Я смог попасть на кладбище, и твоя могила была пуста. Странный смех. Это не твое тело. В нем до моря. Ты проклятое чудовище. Я знала, что ты стоишь за всем этим. Я тоже рада тебя видеть. Спасибо, Брайан. Мы не могли бы воссоединиться без тебя. Так. Хватит лезть, куда не просят, и отпусти до моря. Она тебе не принадлежит... Кто это? Не принадлежит. Забавно, что ты это говоришь. Вы люди, купившие ее, словно она была животным. Напомню тебе, что я была с ней тысячи лет. Я ее единственная настоящая подруга. Ты думаешь, что ты ее подруга? Ха. Ты просто украшение. Безделушка. Я ничего не понимаю. Я ее сестра, понимаешь? Ее сестра. Ха-ха-ха. Ее сестра, говоришь? Ты такая наивная. Хватит прятаться и объясни мне, почему до моря мое тело. Столько много времени прошло. Я не помню. Здесь много, что сильно поменялось. О! Я вижу, как хорошо ты постаралась. Насколько полной ты становишься. Ха-ха-ха. Тебе понравилось портить все вокруг себя? Вы не представляете, насколько. Мне осталось разрушить лишь одну вещь. Посмотрим, что обо всем этом скажет до моря, когда я ее разбужу. Не смейте подходить к ней. Никогда. Брайан, Брайан. Да, я... Разбуди ее. Как? Разбуди до моря. Жрать. Сэндвич. Погоди, я попью. У меня перерыв. Бегу. Все. Паста. Как? Забраться. Э-э-э. Скользко. До моря. До моря, просыпайся. Почему? Я не могу ее разбудить. Потому что с серьгами постучать надо. У него змеиные глаза, если честно. Чувствую, меня где-то обманывают, да? Прямо где-то вот обманывают. Ва-а-а-а. До моря. Это она... Вот она такая? Странная. Почему она как собачка? Эй, сестренка. Я не могу остаться и поиграть сегодня с тобой. Мои друзья сегодня пойдут к бассейну и... Не смотри на меня так хорошо. Честно, я устала сидеть здесь и играть в куклы. И мне не важно, если папочка рассердится. Я больше не ребенок. Она плачет, но у нее как будто бы она улыбается. А это что такое? И что это? Мэм, то, что вы плачете, разбивает мое сердце. Она даже не говорит. Почему кто-то настолько невинный должен страдать снова и снова? А в конце останемся лишь мы вдвоем. Не будьте такой, госпожа. Я просто хочу вас утешить. Если вы так сильно хотите, чтобы та девушка стала вашей подругой, то я знаю способ, благодаря которому вы соединитесь навсегда. Вам просто надо использовать свои силы, госпожа. Она переместилась в ее тело? Прости, сестренка. Я дура. Я не знала, что я ранила твои чувства. Подожди секунду. Тогда семья никогда не жгла ведьму? Вместо этого они сожгли тебя, Рэй? Это уже не важно, Брайан. Важно, что... Важно то, что мы снова вместе. И что этого больше не случится. То есть до моря переместилась в тело Рэй? И... Ага, понятно. Поменялась телами, получается, с ней. Или как? Нет, это... Это важно. Все еще надо сделать... Все еще надо сделать кое-что важное. Что ты имеешь в виду? Вернуться все... Вернуть все на места. И с помощью до моря, возможно, мы сможем это сделать. Пастернак, ты все еще здесь? Я думал о том, что ты сказал мне раньше. Я думаю, что понял, в чем твоя проблема. В чем моя проблема? О чем ты говоришь? Хьюго, ты трус. Правда? Я? Кто же тогда ты? Я не такой. Ха! У меня нет проблем с тем, чтобы признать, что я напуган, или что я не могу что-то сделать. Я не прячусь за маской. Я доверяю другим. И они помогают мне достигнуть то, что мне казалось невыполнимым. Как скажешь, Брайан, у тебя есть сила дружбы. Но какой тебе от нее прок? Я король мира. А как насчет тебя? Я разобрался с ведьмой. Что? Поздравляю. Тогда контракт можно считать выполненным, и ты немедленно получишь премию в 20 тысяч кредитов. Стой. Сначала я хочу, чтобы ты встретился с моим другом. Привет, Хьюго. Я надеялась тебя встретить. Это Рэй Синтра, наследница семьи. По законам компании, у нее есть право стать исполнительным директором Синтра Корп. О чем ты говоришь? Этого не может быть. Ты не встанешь на моем пути, Брайан. Девушка давно исчезла. Если бы это была действительно она, то она была бы гораздо старше. Как ты собираешься это доказать? Эй, ты. Спускайся оттуда. Рэй Синтра. Ты видел это? Компания меня узнает. Теперь она моя, мистер Лягушка. Это какое-то заклятие. Извини, Хьюго, но это правда. Погоди, стой, стой. Мы можем договориться. О чем ты говоришь? Какая сделка? Ну, мы могли бы... Никакой сделки. Никакой сделки. Ага. Уволен. Ква-ква-ква. Уволен. Она... Ведьма. О! У него кинжал. Кинжал? Она ведьма. Нет. О! О! Я не ведьма, идиот. Но моя сестра? Да. Мне не нравится их смех, если честно. Ах! Неужели этот чел снова? Я обожаю его. Что ж, наконец-то все кончилось. У меня есть приказ об увольнении, и... Я могу покинуть этот дурдом и пойти домой. Мои родители не поверят во все то, что приключилось со мной. Чепман! Чепман, пожалуйста, дай последний угарный диалог. Привет, Чепман. Пожалуйста, зови меня Тони. Ладно. Брайан, прошу меня извинить. Я вел себя по-скотски по отношению к тебе. Итак, сегодня впервые в жизни я почувствовал, каково это быть выходцем из нижнего класса. Быть смешанным с мусором. Быть еще одним безымянным роботом. Заниматься тупыми заданиями. И всем на это наплевать. И это заставило меня задуматься. Я думал, что из-за моего статуса и статуса моей семьи у меня будет особое место, благодаря которому я буду выделяться среди остальных. Но я понял, что это место надо заработать самому. Все благодаря тебе, Брайан. Мне? Кто-то вроде тебя, Сакраин, смог попасть на верхние этажи. Показывал, что никто тебе ничего не давал и не терял скромность, типичную для низов. Помогал коллегам на той печальной вечеринке. Всегда ко всем относился по-доброму. Даже ко мне. Хотя я постоянно тебя унижал. Ты показал мне, что ты великий человек. И это меня вдохновило. Это исход! Вот, мы сейчас увидим все, что мы добились. Боже. Я не знаю, что сказать Тони. Кстати говоря, Кейт не оказалась ведьмой. Ты этот взгляд... Постой. Выражение твоего лица. Ты не собираешься на меня орать, а? Ха-ха. Ты глухой? Или ты уши не чистишь? Я же сказал, что я изменился. Или ты хочешь, чтобы я на тебя наорал? Нет-нет-нет, все нормально. Лучше сейчас... Удивительно. Соса? Как дела? Мои глаза болят. Что случилось на вечеринке? Я странно себя чувствую. Нас атаковала ведьма. И мы все мертвы? Я стала призраком? Нет-нет, все в порядке. Ой, блин, случайно нажал. Спазм пальца и нажал! Что там было? Надеюсь, вы прочитали. Невероятно. Пастернак. Так ты профессиональный эзотерик высшего уровня. Я верил в это. Даже если ты это отрицал, ты выглядишь как человек с огромным... огромными экстрансенсорными способностями. Если ты так говоришь. Кстати, что случилось с нашими... С нашим партнером по офису? С Хьюга можешь расслабиться. Он нас больше не беспокоит. Его уволили, да. Я не могла бы придумать худшего наказания для него. Да есть там вот наверху есть худшее наказание. Вероятно, это его полностью уничтожило. Да, вероятно. Кейт. Нет, ты будешь вишенкой на торте. Эй, эй, молодой человек. Что произошло с Хьюга? На вечеринке я видела, что вы не слишком ладили. У вас какие-то проблемы? Ничего особенного. Небольшие терки в офисе. Но все улажено. О, это интригует. Мы соберемся вместе после работы и обменяемся сплетнями. Если я расскажу все, что я знаю о Хьюга. Ой-ой-ой. Кейт, что ты тут делаешь? Тяжелый первый день, да? Можешь это снова повторить? Вот, я принесла его для тебя. Я думала, что раз день закончился, мы наконец-то можем выпить кофе, который я тебе обещала. Мне сказали, что вид с крыши восхитителен. Ее бы здесь не было, если бы я просто... Видите, здесь нет всех, кого я не спас, к сожалению. Я постараюсь это сделать. Мне интересно. Ух, ты, блин, крутая игра. Я собирался сесть на первый же поезд пригород. Я не уверен, что есть ли у меня время. О, ты увольняешься? Да, вот мой приказ об увольнении. Тяжело объяснить, но скажем так, что я не подхожу для этой работы. Это было большой ошибкой. Ты останешься? Я понимаю, что звучит безумно после всего произошедшего. Но я думаю, что так для меня будет лучше. Я много сегодня узнала, и я уверена, что завтра будет все легче. С каждым новым днем будет легче. Я уверен, что будет сложно, но... Похоже, такова жизнь, разве нет? Жаль, что ты уходишь, Брайан. Заходи, если что. Помни, мы теперь друзья. А лифт не работает до сих пор, да? Черт подери, как это, блин... Я надеялся, что у нас с ним будет что-то. Она хорошая девочка. Музыка. Погодите, погодите. Видеоклуб Мистерио нас ждет. Я остался? Я сделал выбор и остался. Собственно-то кофе. Погодите, сейчас, интересно. Это неожиданно. Мы на крыше. Я выбрал ее, получается. Вот она. А-а-а, крутяк. Вот только я думаю, что все с ней покончено. И мы уйдем куда-то. Я решил просто посмотреть. А как бы мы посмотрели ту кассету, если мы... Мы же даже не можем вернуться туда, в видеоклуб Мистерио. Мы его нашли. Последний кассет нашли. В подводном этаже. Оттуда не было пути назад. Это все, это такие титры. Блин, вот самые крутые игры имеют самые короткие титры. Титры заметили? Блин, я прям восхищен. Аниме сделайте по этой игре. Сделайте тысячи полнометражек, прошу вас. О! И эти двое тоже нашли свою любовь. Самые посредственные. Эй, это ваня дерьмом, не так ли? Думаю, что я знаю его причину. Взгляни на это. Хьюго! Эй, ты! Отброс! Да, ты! Да, по сути, прикольная мораль, да? Может быть, у него и плохое прошлое было, тяжелое, но... Вот тут сказали такую хорошую вещь. И даже если ты поднялся с низов и добился чего-то, оставайся при этом скромным. На самом деле, большинство людей, которые добиваются чего-то с нуля, они всегда очень скромно себя ведут. Они не зазнавшиеся. По крайней мере, все, кого я встречал. Зазнаются только те, кому на халяву достается. Может, ты хоть иногда будешь мыться и переодеваться? Ты воняешь. Получил по заслугам, жирный ворот. Вы нашли 30... Почему это вы нашли? Я не он. Он снова пойдет по головам, да? Мистер Хьюго... Это даже не он. Это даже не он. Мистер Хьюго. Хм... Нам показывают его начало. Начало его пути. Он притворился. Он всегда был уборщиком. Охрененная игра. Охренительнейшая игра. Самая крутейшая игра в мире. Знаете, что я думаю? Мы не будем сейчас тратить время на длительную прощалку. Я просто скажу, что я в восторге. Это очень круто было. И мы с вами, мне кажется, будем ее до дыр. Ну, постараемся, по крайней мере, до дыр ее проходить. Я надеюсь, что вы разделите со мной все остальные выпуски, которые будут по ней. Потому что я хочу посмотреть другие концовки, другие варианты. Насколько это возможно. И эта игра... Офис, в котором мы ходили, он олицетворяет, в принципе, саму жизнь. Где-то мы встречаем трупы, смертельная опасность. Где-то мы встречаем странных людей, чудовищ. Ну, вы понимаете, да? Это все метафора. Это... Это охренительно. Это очень круто. Во-первых, мы решили остаться... Вот в нашей концовке мы решили остаться с Кейт и решили дальше работать в этой компании. Мы не уволились. Это хороший финал, на мой взгляд. Потому что финал уйти означало бы, что мы как бы слились. Вот такое ощущение. Мне кажется, возникло бы у меня, пройдя я вот таким образом. В общем, крутоцкий, крутоцкий. Что вы думаете, пишите в комментах обязательно. Я продолжу играть в эту игру. Попробую следующие какие-нибудь концовки, другие варианты. В следующих выпусках все это будет. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Ссылка на плейлист по этой игре будет в описании. На другие прохождения тоже. Загляните. И также в мои соцсети. Заходите, подписывайтесь. Буду вас всех рад там видеть. С вами был Юджин. И всем пять!